МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из первых уст, какие вопросы жители края задают Владимиру Путину? Огнеопасно, а в каких районах край вероятность возникновения лесных пожаров выше всего? Снова первый, как оценивают свою победу легкотлет Сергей Шубенков. Вы смотрите наши новости в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Жители края активно направляют вопросы на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая пройдет сегодня. Она станет 16-й по счету и уже бьет рекорды по числу поступивших вопросов. Их больше миллиона. Немало обращений от жителей Алтайского края. Среди них в основном социальные. Люди спрашивают про демографическую яму, забытые льготы для инвалидов, пенсионную реформу и переход на кадастровую оценку земли. Одно из видеообращений подготовили молодые семьи края, которые недовольны темпами реализации жилищной программы в регионе. У нас в программе стоит 6,5 тысяч семей. Это 24 тысячи человека. За последние 5 лет в нашем крае и в нашем городе выдают по 40-45 сертификатов в год. В этом году на город Барнаул выделено 26 сертификатов. Финансирование сократилось за последние 5 лет в 15 раз. Трансляция прямой линии с президентом по четырем федеральным каналам начнется в 16 часов по местному времени. Смотреть ее сегодня на рабочем месте будет и в Рио губернатора края Виктора Томенко, а также руководители ключевых направлений правительства региона. Будут готовы все средства коммуникации, в том числе и для связей по территории края. Штормовое предупреждение из-за пожароопасности объявили в Алтайском крае. Сообщают аргументы и факты Алтая. И чем еще пишут журналисты изданий Сибирской медиагруппы, смотрите в обзоре. В период с 7 по 9 июня высока вероятность лесных пожаров в Благовещенском, Баевском, Ключевском, Каменском, Кулундинском, Усть-Пристанском, Родинском, Хабарском, районах и Славгороде. В связи с этим корреспонденты аргументов и фактов Алтая со ссылкой на Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. В Наукограде продолжают испытывать тепловые сети на прочность. Их продлили до 8 июня, сообщает бийский рабочий. Уже выявлено порядка 70 повреждений. Как только опрессовка завершится, дефекты начнут устранять. Горячую воду жителям Наукограда обещают дать в 20-х числах июня. Хотя не исключено, что и раньше. Журналисты Политсибру со ссылкой на тот же бийский рабочий сообщают, что заведующая инфекционным отделением Центральной горбольницы Наукограда Лариса Фоминская записала видеоролик, в котором рассказала о затянувшемся ремонте учреждения. Из-за этого, по ее словам, сотрудники вынуждены ютиться на базе Центральной районной больницы. Огромные неудобства испытывают и пациенты. Если изначально завершить ремонт планировали в декабре 2017-го, то теперь дату перенесли на 1 июля 2018-го. Мое обращение направлено с целью, может быть, ускорить бюрократические процессы проверки и повлияет на то, чтобы ускорить наше возвращение. Татьяна Голубева. Наши новости. А мы продолжим вновь. Номер один Сергей Шубенков продолжает штамповать победы. На этот раз Барнаулиц покорил дистанцию 110 метров с барьерами в финляндском городе Турку. Не только об этом, но и о других значимых спортивных новостях прямо сейчас расскажет действующий спортсмен-пауэрлифтер Станислав Сергеев. Как вы уже сказали, Сергей Шубенков продолжает принимать поздравления. Словно ветер, Баририс пронесся по дорожке в Суоми. Турнир называется «Игры по Аван-Нурме». Время 13,18. Смотрим забег. Обращаем ваше внимание на четвертую дорожку. Посмотрите, как Сергей на протяжении всей дистанции наращивает темп. В итоге до финишной черты добегает с приличным запасом от преследователей. Пятки Сергея вторым рассмотрел венгар. Бои – третьим француз Лагард. Это уже второе золото в 2018-м у Сергея. Ранее наш земляк обогнал всех в Голландии. Завтра медали уже другого бронзового отлива найдут своих обладателей в лице футболистов барнаульского «Динамо». Их буквально с пылу жара привез из Москвы, пока еще руководитель клуба Виктор Сигарев. Золотоглавый товарищ полковник поучаствовал в заседании ПФЛ, по итогам которого состоялась раздача наград. Конечно, Виктор Владимирович хотел золота, но, как признался сам, слишком много было недоработок в весенней части чемпионата. Так что, увы, только бронза, Виктор Владимирович. Торжественное награждение запланировано на загородной базе «Динамо». Наверняка поводов для радости у барнаульских болельщиков было бы еще больше, если бы Александр Ирохин сыграл за сборную страны. Но он не сыграл. Во встрече против сборной Турции футболист Ант остался в запасе. Ждем чемпионата мира и все же появления на поле нашего, безусловно, талантливого земляка. На этом у меня все. Спасибо Станиславу. Можно ли пользоваться кредитной картой и при этом не платить проценты за покупки? В большинстве случаев ответ будет отрицательным. Правда, все же есть исключение из правила. Называется грейс период. Благодаря ему можно до полугода не беспокоиться о начисляемых банком процентах. Можно ли пользоваться кредитной картой и при этом не платить проценты за покупки? В большинстве случаев ответ будет отрицательным. Правда, все же есть исключение из этого правила. называется грейс период. Благодаря ему можно до полугода не беспокоиться о начисляемых банком процентах за покупки. Грейс период или льготный период это то время, когда вы пользуетесь средствами на карте, а проценты вам за это время не начисляются. Банке Восточной мы предлагаем особую карту большой без процент. Здесь грейс период длится целых 180 дней. В результате клиент во время грейс периода не переплачивает деньги за пользование картой и вместе с внушительным кредитным лимитом получают свободу в совершении крупных покупок. Лимит по карте большой без процент составляет 300 тысяч рублей. Этого хватит на обновление техники дома, изменения в интерьере, поездки. В общем, на множество целей. Сегодня карта большой без процент доступна для жителей целого ряда городов, где присутствует Банк Восточный. Оформить карту можно теперь по адресу в Барнауле, проспект Ленина, 100. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании Валар. Самое быстрое похудение Турбо Слим Экспресс. Всего за три дня до минус трех килограммов и до трех сантиметров в талии. Турбо Слим Экспресс от компании Валар. 7 июня в крае ясно и без осадков. Ветер юго-западный умеренный. В Заринске, Олейске, Белокурихе и Рубцовске до плюс 29. В Бийске почти 30. Тепла в Барнауле жарко. Днем до 28 градусов выше нуля. И это все новости к этому часу. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok